Парижане, привычные к всевозможным протестам, идут на рекорд и копят злость, чтобы вывалить ее на президента Макрона, который собирается искупаться в реке Сене, чтобы перед Олимпийскими играми показать, что вода в ней чистая. Я пойду. Когда? Я не собираюсь указывать вам дату. В сетях распространился хэштег. Его будут оставить люди, которые собираются нагадить столичную реку в день, когда в нее будет погружаться глава Франции в компании мэра Парижа Анн Идальгель. Выразить, так сказать, отношение к политикам. Правда, есть вариант, что акционисты промахнутся с датой, а купание будет 30-го. Вообще, через 7 недель должна начаться Парижская Олимпиада, а результаты проб, указывающие на фекальное загрязнение воды в Сене, стабильно плохие. А ведь в реке должны провести соревнования по трём дисциплинам, да и саму церемонию открытия. Французы, живущие выше по течению, заняты расчётами того, когда им нужно выйти на протест, чтобы волна народного гнева настигла президента Позёра. Есть даже сайт, упрощающий эти расчёты. Но тут уже начались разговоры, что это всё происки русских хакеров, да и хэштег сам, мол, запускают, лишь бы дискредитировать Парижскую Олимпиаду. Журналисты нашли автора сайта, и он пояснил, почему участвует в этом, ну, не самом благопристойном деле. В этой же публикации напоминают, что микробиологический удар по главе Французской Республики будет стоить гражданам всего по 68 евро. Ну, конечно, они говорят об этом в несколько других выражениях. Это такой штраф для тех, кто не нашёл туалет в Париже. Жители городов ниже по течению, наверное, не очень рады вонючему протесту, но такова жизнь. В итоге одни анонсируют выборы мэра Парижа и президента Франции уже в августе, намекая, что фекальный заплыв они не переживут. Другие загружают нейросети заданиями нарисовать предолимпийский заплыв Макрона и его последствия. Третьи включают музыкальные таланты. Суть этой пародии сводится к тому, что мы, мол, уже на набережной, вас ждём, Макрон, если будет тошнить, не переживай, это просто кишечная палочка. У городских властей далеко идущие планы создать на реке в городе три места для купания. Но вообще-то ещё в 90-м году Жак Ширак, тогда мэр французской столицы, обещал искупаться в Сене через три года, но не стал. Вообще ничего хорошего в том, чтобы загрязнять реку, нет. Сена, главная река севера Франции, к 60-м уже считалась полумёртвой источной канавой, но потом вроде экологии полегчало настолько, что вернулся даже лосось. Но сейчас проблемы скорее в инфекциях. Прошлым летом Международная Федерация Плавания отменила в Париже этап Кубка Мира по плаванию на открытой воде из-за антисанитарии. Дожди, мол, сильные прошли, смыли в реку много заразы. В Париже Олимпиард вбухали в модернизацию канализации, но сено всё равно грязное. В мае случился скандал, когда в реку в Конфлан-Сент-Анарин попали десятки тысяч кубометров неочищенных стоков из-за того, что сломались три насоса. Но это ниже Парижа по течению, так что мировая общественность не волнует. 30 июля начнутся соревнования в Сене. Такой план. Триатлон, плавание на открытой воде и затем пара триатлон. Есть ли у французов план «Б» на случай, если и тогда сено останется грязной? Да, они собираются дать реке отсрочку в сутки. Максимум двое, сообщил чиновник мэрии. Весь этот праздник юмора испортила мэр Парижа. Она сказала, что если вода не будет соответствовать нормам в день «Д», она купаться не будет. Смогут ли олимпийцы отказаться? Вот вопрос. Смогут ли олимпийцы отказаться?